Здравствуйте, дорогие учащиеся! Я надеюсь, что уже выпускники, потому что обращаюсь я в первую очередь, конечно же, к выпускникам школ и, безусловно, к их родителям. Создайте, если это возможно, максимально удобные условия для того, чтобы вот на этом этапе он занимался в тишине и в покое. Если это возможно, постарайтесь не вешать, вот я прям такой глагол употребляю серьезный, не вешать груз ответственности свой на своего ребенка. Такое очень часто бывает, когда вы объясняете своему ребенку, как это важно, как это нужно для тебя, это очень серьезно. И ребенок с вот этим тяжелым грузом ответственности, который вы еще добавили, идет это замечательное централизованное тестирование. Ваша задача найти у ребенка те плюсы, которые у него есть. Посмотри, какой ты молодец, у тебя замечательная память, у тебя все получится, у тебя прекрасно развитое внимание. Посмотри, какие у тебя замечательные успехи. Когда вы выбираете цель для себя, вы целитесь, наверное, в десятку, не в молоко, точно так же и ребенку нужно выбрать четкую цель и показать, какова его цель. Потому что если эта цель будет размытой, он не в десятку будет целиться, он может целиться в молоко. Мы тоже должны быть готовы к тому, что ребенок в силу каких-то обстоятельств не показал того результата, на который рассчитывали. Так бывает. И ваша задача – ребенка успокоить, объяснить ему, что на этом этапе жизнь не остановилась, она продолжается. И когда вы выбираете, а вы, как правило, выбираете определенный факультет, определенную специальность, либо специализацию, поищите для себя, для себя, для своего ребенка тот запасной аэродром, который у вас будет в том случае, если вы не сможете поступить на выбранную специальность накануне экзамена. Ни в коем случае не проводите бессонную ночь. За эту ночь вы все равно ничего не сможете выучить. На экзамене постарайтесь следить за временем. Это очень важно. Когда вы открыли тест, вы просмотрели все вопросы, сконцентрируйтесь на тех вопросах, в которых вы уверены. Если вы потратите много времени на то, в чем вы не очень уверены, у вас останется малый ресурс времени на то, чтобы выполнить большую часть работы.